По данным областного министерства социально-демографической политики, число детей с аутизмом в регионе растет. В 2021 году этот диагноз был поставлен 871 ребенку. Сегодня в Самарской области создана инфраструктура для поддержки таких детей. Они получают услуги в шести службах ранней помощи, в 82 дошкольных образовательных и 74 общеобразовательных учреждениях, включая 20 школ-интернатов. Дети получают помощь в поликлинических отделениях амбулаторно, проходят там реабилитацию. Сейчас регион готовится к включению в общественный проект «Ментальное здоровье». Но для этого необходимо провести подготовку, в том числе и через круглый стол, который провели в Самарском доме журналиста. Самарская область в первый этап проекта не вошла. Она входит во втором этапе. Начинается этот второй этап с 2023 года. Но, как мы видим, по опыту пилотных регионов, необходимо до этого времени, чтобы в Самарской области была уже сделана и написана концепция, была уже готова межведомственная дорожная карта по оказанию комплексной помощи детям с РАС. Отдельно обсудили образование детей с аутизмом. Для этого необходимы специальные условия. Например, наличие в образовательном учреждении тьютеров, специалистов, основной задачей которых является координация взаимодействия между самим ребенком, его сверстниками, родителями и учителями. Сегодня в регионе сформированы меры поддержки для тех, кто хочет стать тьютером. Введены дополнительные ставки для преподавателей, прошедших повышение квалификации в этой сфере. Министерство образования и науки Самарской области посчитало целесообразным введение дополнительных ставок тьютеров в общеобразовательных организациях, где обучается указанная категория детей, в целях создания условий для обучения и реализации права на образование. Все это позволяет родителям с оптимизмом смотреть в будущее. Участники круглого стола выразили надежду, что откроется больше ресурсных классов в общеобразовательных учреждениях Самарской области и будут приняты долгосрочные региональные программы комплексного сопровождения лиц с аутизмом. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.